Доброе утро, дорогие друзья! 4 сентября, день рождения легендарной интеллектуальной игры «Что?» Да, «Что, где, когда?» и сегодня, это вообще-то этот день. Саша, ты запуталась во времени. У нас в гостях, соответственно, Виктор Клевакин, генеральный директор проекта «Что, где, когда?» Новосибирск. И Григорий Милогулов, директор по развитию, почетный консул Франции в Новосибирске. Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Праздником? Сколько лет-то уже? Прекрасный вопрос. А вы готовились к джиму? Конечно, конечно. Ну, кстати, тут мы, наверное, сразу забежим вперед, и лично я, пока Григорий считает, сколько лет, могу ответить, что... Поэтому вас двое, один считает, другой пока Григорий. Конечно, конечно. Так вот, проекту «Что, где, когда?» Новосибирск тоже скоро исполнится 3 года. Когда же? 9 сентября. Тоже 3 или тоже исполнится? Тоже будет день рождения. Недалеко от дня рождения этих проектов крупного и нашего небольшого регионального. Три года «Что, где, когда?» Новосибирск уже вот-вот 9 сентября. Так, дополнительное время истекло. 43? 43! 3.43, мне кажется, все прекрасно. Балзна такамуфай. Так, как вообще у нас сейчас «Что, где, когда?» в Новосибирске за три года развились? Вы знаете, мы довольны. И, в общем, даже уже есть чем гордиться. И действительно развились. И главное достижение, я считаю, то, что мы создали клуб. Потому что «Что, где, когда?» — это не просто интеллектуальная битва, интеллектуальная игра. Это клуб. Это шоу, которое наблюдают зрители. Это очень важно. И это клуб. Пардон за тавтологию. С его клубностью. То есть это определенная такая, назовем, тусовка с ее традициями, постоянными членами этого клуба, которые там могут немножко ротироваться и так далее. Но, тем не менее, клубности мы добились. Это здорово. А клубность имеется в виду? Вы собираетесь помимо игр там или что? Я расскажу. Вот обычно «Что, где, когда?» или какие-то, ну, даже, например, там какие-то квизы или интеллектуальные битвы — это просто интеллектуальные поединки. А мы старались сделать, во-первых, из этого шоу, а во-вторых, клубность, чтобы в этом участвовали не только те, кто играет, там, состязаются и показывают, там, высокий уровень интеллекта, а чтобы в этом во всем участвовали зрители и чтобы на эти игры ходили смотреть. Не просто в них участвовать, а участвовать тем, что ты смотришь. У нас, кстати, ну, мы часто это, даже у вас, наверное, говорили, что зрители, любой зритель у нас тоже участвует в игре. Он отправляет смс с правильными ответами и тоже вместе с командой участвует. Так вот, помимо играющих команд, есть уже определенный контингент, там, сочувствующих болельщиков, каких-то определенных команд и так далее. То есть есть клуб. А за три года количество болельщиков и участников клуба как-то возрастает? Как сильно возрастает? Как активно? Вы знаете, да, конечно, возрастает, это нас радует. Мы в связи с этим даже сменили несколько помещений, в которых мы проводили игры, потому что у нас просто не влазили зрители, там, желающие посетить игру. Хотя у нас, собственно, сейчас всегда, как правило, это тоже очень радует на все игры, все места заняты. А какие точки у вас были? Как вообще часто проходят? Ну, у нас, как и положено в телевизионной версии, у нас четыре сезона. Весна, лето, осень и зима, финальная часть. Ну, как правило, в зависимости от сезона, раз в две или в три недели проходят. Если вы позволите, просто хотел добавить относительно атмосферы, потому что это очень важно. Наши вот знаменитые, всем известные знатоки, магистры, которые к нам приезжают, они достаточно, ну, лестно отзываются о том, как это происходит. И главное, пожалуй, что они отмечают, это то, чем, как бы, наш клуб отличается от московского клуба. А именно, формат телевизионной игры накладывает определенные ограничения и на количество гостей, и на вот этот клуб, если атмосферу. И если уж чем-то мы можем, наверное, по-настоящему гордиться, это именно тем, что мы здесь, в Новосибирске, создали этот клуб, в котором достаточно много людей. Не то количество, там, несколько десятков, которые могут стоять вокруг игрового стола и наблюдать за игрой, а там 100 человек, больше, даже больше, до 150 человек. Это все те люди, которые своим присутствием создают такую энергетику, которую подчеркивают даже наши московские гости и, ну, по-хорошему, нам завидуют. Потому что мы можем проводить нашу игру, когда энергетика человеческих эмоций, большого количества людей, собранных, объединенных одной идеей, здесь конкретно, в каждом конкретном месте, в каждой конкретной игре, это очень ценно. А как это? Зал такой? Абсолютно правильно. Зал такой. Какой зал? Приходите к нам в гости. На всякий случай, для тех, кто у нас не был, я расскажу, что в одной части зала стоит игровой стол, тот самый зеркальный, с волчком, с люстрой, с телевизорами, вокруг которого... И с голосом, ну, голос не там находится, но звучит там, да, с господином ведущим, вокруг которого стоят зрители, и мы понимаем, что в другой части зала тоже сидят люди, они бы ничего не увидели, потому что стоят зрители, но у нас есть прямая трансляция, и в другой части зала висит огромный экран, на который уже ведется прямая трансляция из-за стола, собственно, как на Первом канале, и у людей есть выбор, или пойти постоять в той самой атмосфере где-то рядом с защитником интересов знатоков или телезрителей прямо возле стола, или, ну, например, отдохнуть, присесть за столик, но смотреть прямую трансляцию на большом экране. Вы сказали, что вы поменяли несколько площадок. Сейчас вы где проводите игру? Сейчас мы проводим игры в чашке кофе на Красном проспекте, 22. А уже сколько сменили залов, какие-то залы были? Мы, хороший вопрос, кстати, мы сменили 4 зала, это были совершенно разные помещения, там, начиная от маленького к более объемному. А каких гостей вы уже привозили из Москвы? Вы говорите, что вот оценивали очень хорошо ваш уровень. Кто оценивал? Ну, это всем известные фамилии, те люди, к которым мы привыкли. Некоторые, вот как Виктор Сиднев, допустим, ну, вместе со мной с самого детства, потому что когда я его совершенно случайным образом увидел, я сначала даже не поверил своему глазам, что это он, потому что для меня это человек-легенда, это человек, который сопровождает меня с детства. Я всегда эту игру смотрел по телевизору. Но у нас плеяду наших гостей открыл Максим Поташов, который тоже совершенно случайно оказался у нас на игре, потому что приезжал в Новосибирск не специально к нам. Но потом мы решили по реакции наших гостей и поняли, что это на самом деле тот элемент, которого, наверное, не хватает, да, то есть соединение какой-то связующей части с московской известной легендарной игрой и от той атмосферы. Поэтому к нам уже приезжали... К нам уже, а теперь я, пардон, продолжать. И к нам уже приезжали, получается, Олесь Мухин, Алена Повышева, Елизавета Авдеенко, Равшана Скеров и... Я протестил. Нет, еще, да, Борис Белозеров был. Ну, в общем, в общем... И сейчас еще Сидни. Ну, это не совсем на отдельный. Просто это такой неожиданный рояль в кустарку, о котором мы даже сами не догадывались. Неожиданный, но приятный сюрприз. Очень приятный и для нас, и для зрителей. И так получилось, и при встрече с Виктором Владимировичем мы постарались сделать все, чтобы уговорить его приехать к нам еще на финал осенней серии в октябре. Но посмотрим. Сейчас ведутся переговоры. Надеемся, что он приедет к нам на финал. Вот вы сказали, что вы с детства смотрите. А вы со скольки лет? Все полноте с детства смотрят. Ну, вот мало ли, а может кто-то в подростковом возрасте присоединился. Разное бывает. Мне вот интересно. Вы знаете, я не засекал со скольки лет. Ну, так примерно. Я смотрю, но точно помню, что был Советский Союз. Есть любимые игроки? Любимые команды? Конечно, есть. Какая? Лично я, опять же, поскольку в этом проекте занимаюсь организационной частью, то о любимых командах, наверное, не буду говорить, но любимые игроки, на которых интересно смотреть, это те, у кого есть свое «Что, где, когда». Я объясню, о чем речь. Ну, например, Олесь Мухин курирует проект «Что, где, когда Беларусь». Или там, например, «Балаш Касумов», «Что, где, когда», «Азербайджан». И очень интересно. То есть, на самом деле, все равно интересно смотреть на игрока, который все равно является еще и где-то господином ведущим. А они, то есть, там как организаторы и ведущие, получается? Да, да, они еще и ведущие. Ну и вот, например, когда приезжал к нам Олесь Мухин, то, конечно, это было очень интересно, потому что мы еще и обменивались. Не только вот он, как выглядит игра, как у нас выступили команды и так далее, но вот с нашим господином ведущим, которого сегодня, кстати, нет в студии. Они с Олесьем общались. То есть, он давал какие-то практические рекомендации. Это, во-первых. А во-вторых, какие-то интересные байки тоже рассказывал. А у них, то есть, что-то похожее, да, там, получается? Ну, нет, это у нас что-то похожее. Я имею в виду. А, ну, то есть, в Беларуси, в Азербайджане, там уже все ближе к Москве. Ну, давайте об этом поговорим чуть позже. Привемся на информационный блок. А мы продолжаем говорить на интеллектуальную тему, развиваться. Продолжаем праздновать. Да, праздновать. День рождения «Что, где, когда». Так, мы закончили как раз про ваших коллег. Про наших коллег-организаторов «Что, где, когда» в других странах. Да. Собственно, я готов порассказывать еще про это. То есть, мы организуем «Что, где, когда» Новосибирск. Но, к нашему сожалению, мы не можем делать прямую трансляцию и вообще какую-либо трансляцию на телевизионном канале, например, вашем. Я думаю, мы бы точно договорились. Но, к сожалению, это запрещено. И на территории Российской Федерации показывать передачу, транслировать передачу «Что, где, когда» может только Первый канал. А вот на территории других стран нет. Соответственно, есть... Соответственно, нам надо перебираться куда-то. Зачем? Нам и здесь никуда. Есть там определенные филиалы «Что, где, когда» есть «Что, где, когда». Беларусь, Азербайджан, Армения и так далее. И вот их организуют как раз всем известные знатоки. И формат там, тот же самый оригинальный формат «Что, где, когда». А любимый наш вопрос для, возможно, новых зрителей. Как отбираются вопросы, попадают они на стол? Григорий. А то я очень много разговариваю о Григории. Григорий. Да, ну вопросы, на самом деле, это еще один момент, который отмечают наши гости. Качество вопросов, потому что, на самом деле, то, какие вопросы определяет сам характер игры и качество этой игры. Поэтому вопросы поступают нам из разных источников. Есть вопросы, которые нам, поскольку мы официальная лицензия московской игры, нам поступают из московской редактуры. Это вопросы, которые не сыграли в Москве. Есть, слава богу, все больше и больше вопросов, которые поступают от жителей Новосибирска. И даже не Новосибирска, те люди, которые нас смотрят. Мы вот в группе посмотрели, у нас оказались подписчики в официальной группе со всего мира. Ого. То есть это русскоговорящие, это, видимо, либо те люди, которые в Новосибирске когда-то жили, либо те, которые имеют друзей, гостей. И вот нам некоторые вопросы поступают даже от тех, кто в Новосибирске не живет. Из Австралии. Из Австралии, да. А, да, да, кстати, да. Правда? Конечно, из других стран. Но это понятно, что это русскоговорящие люди. И это новосибирцы все равно. Но это очень приятно, что география Новосибирского «Что, где, когда» это не только Новосибирск, наша прекрасная область, и не только даже Россия, но и вообще многие страны мира. А так а вы потом как их отбираете? У нас есть, как и в любом проекте «Что, где, когда», у нас есть редакторская группа. И это довольно большая работа. И во главе редакторской группы должен стоять человек, который в этом хорошо разбирается. И в том числе, опять же, если вернуться к гостям из Москвы, которые приезжают к нам, там, игроки, они говорят, «Круто, а кто у вас редактор? А как вы так их отбираете?» Поэтому тут вопрос даже не в том, чтобы... Не только в том, чтобы получить хороший вопрос, а правильно его выбрать, выложить на стол и так далее. Но все же мечтают, чтобы его вопрос попал на стол. Есть какие-нибудь, можно сказать, закономерности или фишки, благодаря которым можно вот так заветовать свой вопрос. Хороший вопрос, как задатика. Это все решает волчок. Волчок самый беспристрастный, самый настоящий и самый случайный выбор. Это уже на столе. Да, да. А что ли это? Хотя бы на стол. Есть прекрасный пример того, как вопросы попали на стол. Буквально недавно, вот на прошлой игре, 29 августа, у нас играла команда детей. Это была игра... Они, то есть, играли вне турнира. Просто мы решили дать шанс детям выступить, сыграть что, где, когда, а зрителям посмотреть, как вообще играют дети. И там особенностью этой игры было то, что все вопросы во всех 13 секторах, это были вопросы точно от местных людей, от новосибирцев, от тех, кто может находиться в зале. Ну, либо от знатоков там, по-моему, Елизавета Авдеенко прислала свой вопрос и так далее. А там вопросы главный герой книжки Буратино или там нормальный, серьезный? Это отдельная тема, я могу на нее еще долго говорить, потому что в что, где, когда не бывает вопросов главный герой книжки Буратино. У нас и вообще в что, где, когда нет... Какие детей же надо? Нет, там нет вопросов, на которые можно знать или не знать ответ. На все вопросы, к любому вопросу можно прийти. Поэтому, если вас спросят главный герой книжки Буратино, вы можете ответить, либо знаю, либо не знаю. Ну, да, да, да. Таких вопросов у нас не бывает. Ну, для детей... Григорий? Да, я просто хотел сказать, что на самом деле это большая иллюзия о том, что для детей нужны какие-то другие, особенные, специфические вопросы. Дети, если они... Вот данные дети, они уже играют в что, где, когда. Они знают, что это за игра. Они знают, как отвечать на вопросы. И эти вопросы отличаются только, ну, немножко тематиками. А вот принцип, то, что они должны вникнуть в вопрос, понять и раскрутить его, вот ничем не отличается. Это дети такие же, как мы с вами, люди. Они думают, они анализируют, они устраивают логику. Просто там есть некое ограничение, скажем, на тематике, которые можно взрослым задать, не задавшись этим детям. Но эти дети 12-14 лет, это были совершенно прекрасные дети. Они замечательно выиграли, они показали тем, что они не хуже взрослых, а, может быть, даже лучших. Лучше взрослых могут в экстренных ситуациях какие-то набрасывать идеи, выравнивать игру и так далее. То есть мне кажется, что Гроздей... Это первый был такой наш пример, опыт. И будем, наверное, повторять, потому что очень прекрасный опыт. А вообще как попадают именно в знатоки, в принципе, как сыграть там? Это вам вообще реально, нет? Конечно, это реально. Ну, понятно, что как... Ну, понятно, что не Саша, но... Может быть, не тебе, а ты вообще... Ну, не ругайтесь. Ребята, не ругайтесь. Мы вам сейчас все расскажем. Да. Значит, во-первых, конечно, есть уже сложившийся клуб, как в любой... Опять же, как в Москве, вот он есть. И есть некая есть ротация, добавляются новые команды, но их не так много. В нашем случае есть сложившийся клуб уже знатоков, там, обладателей хрустальных сов и так далее. Но мы тоже стараемся его обновлять. И каждый год мы придумываем какую-то новую схему для того, чтобы могли желающие команды из Новосибирска... И не только, кстати. У нас в этом году заявилась команда из Кемерово и прекрасно выступила. Ух ты! Вот. Чтобы желающие могли попасть. В этом году у нас была отборочная летняя серия. То есть, в летнюю серию могла заявиться любая команда. Любая. Вообще любая. Как открытый микрофон. То есть, любая команда. Ну, естественно, опять же, не бывает такого, что они заявились и потом мы ждем их на игру. Конечно, с этой командой проходили тренировки. Этой командой... Обязательно. То есть, ну, невозможно вот так прийти, выйти и сыграть в что, где, когда. А как тренировки проходят в что, где, когда? Тренировки проходят? Ну, да. Это прекрасный вопрос. Чуть-чуть отвлекусь. Даже у именитых команд, которые в Москве выходят за стол, у них тоже проходят тренировки. Просто. Это я не думался. Просто, чтобы развеяться. Да. Ну, и, соответственно, а у нас тренировки, если команда приходит к нам впервые, то мы с ними знакомимся, мы им рассказываем правила. И несколько игр, несколько дней, я бы даже сказал, мы с ними проигрываем полностью. То есть, они также где-то садятся в круг, и мы с ней играем игру, и на примерах их мышления рассказываем, в какую сторону лучше думать или не думать. Подсказывать. А также, ну, условно, вот не забудьте, если здесь вы проигрываете, не забудьте, что здесь можно взять помощь клуба. И какие-то правила, о которых они могут забыть, мы им еще раз напоминаем. Поэтому, ну, обязательно, обязательно проходят тренировки. И таким образом, летом у нас заявилось 12 команд, в том числе, команды из Кемерово. И вот летняя серия была отдельно на 12 команд. И часть из них в итоге вышла в сезон и попала в тот самый элитарный клуб «Что, где, когда, Новосибирск». Какие правила у нас? Такие же, как в Москве, то есть, столько же команд примерно, ну, вот, все идентично. Я бы сказал, все похоже. А, похоже. И, в общем, все, все, все везде меняется, но в общем и целом похоже. Но тут уж мы оставляем за собой право. Но, условно, в Москве более, более сложившийся пул этих команд. И чуть реже добавляются команды, чем у нас. Но, поскольку у нас нет телеверсии и нет таких строгих правил, мы стараемся немножко обновляться. И вот тому пример это летняя серия, когда были добавлены 12 команд, из которых потом две вышли, попали в клуб «Что, где, когда, Новосибирск». Ну что ж, друзья, еще раз поздравляем всех с праздником, с днем рождения «Что, где, когда», всех знаменитых нас. И, кстати, с наступающим 9 сентября и 3 года уже новосибирскому «Что, где, когда», напоминаю, что в гостях у нас были Виктор Клевакин, генеральный директор проекта «Что, где, когда», «Новосибирске» и Григорий Милогулов, директор по развитию, почетный консул Франции в Новосибирске. Здравствуйте. 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 Мы можем еще что-нибудь рассказывать. За чашечкой. Спасибо. С удовольствием.